Сегодня мы должны познакомиться с понятиями прямой и обратной пропорциональных зависимостей, научиться определять виды пропорциональных зависимостей. Люди постоянно описывают мир вокруг них, окружающую их реальность. Одним из самых главных инструментов для этого являются величины. Величиной называют такое свойство предмета или объекта, которое можно измерить. Например, высота дома, возраст дерева, скорость передвижения. Величины могут зависеть друг от друга или не зависеть. Рассмотрим пример. Длина стороны квадрата и его площадь являются связанными величинами, то есть зависят друг от друга. Если мы изменим длину стороны квадрата, то изменится и площадь. Рассмотрим другой пример. Предположим, что дети едут в школу на школьном автобусе. Скорость движения автобуса – это некоторая величина. По автобусе едут дети. Это другая величина. Если мы изменим скорость движения автобуса, первую величину, то количество детей, вторая величина, при этом не изменится. Значит, такие величины можно считать независимыми. Что же такое пропорциональность? Пропорциональность – это зависимость двух величин друг от друга. Таким образом, что значение отношений этих величин остается постоянным. Замесимость величин друг от друга, то есть пропорциональность, может быть прямой и обратной. Пусть ручка стоит 5 рублей. Составим таблицу для нахождения стоимости от 1 до 7 ручек. Из таблицы видно, что 5 ручек стоят в 5 раз больше, чем 1 ручка. Говорят, что стоимость покупки прямо пропорциональна количеству купленных ручек. Предположим, что изначально велосипедист планировал проехать на велосипеде 150 км за 3 часа. Но, проехав 75 км, велосипедист решил отдохнуть. Тогда получается, что уменьшив расстояние в 2 раза, время уменьшится во столько же раз. Говорят, что между расстоянием и временем движения прямая пропорциональная зависимость. Рассмотрим зависимость между расстоянием и временем движения при постоянной скорости движения. Пусть при постоянной скорости движения за некоторое время поезд проходит 120 километров. Какое расстояние он пройдет, если время движения увеличится в три раза? Вспомним формулу зависимости расстояния от скорости и времени. s равно v умножить на t. По условию задачи расстояние равно 120 километров. Получаем, 120 равно v умножить на t. Из данного равенства ясно, что если один из множителей произведения, время, увеличится в три раза, то и произведение, равное 120, увеличится во столько же раз. Говорят, что между расстоянием и временем движения при постоянной скорости прямая пропорциональная зависимость. Если с увеличением значения одной величины в несколько раз, соответствующее значение другой величины увеличивается во столько же раз, то зависимость между величинами прямо пропорциональная. Ясно, что с увеличением возраста ребенка его рост увеличивается, но не в такое же число раз, что и возраст. Такая зависимость не является прямо пропорциональной. Рассмотрим еще один пример. Является ли зависимость между количеством автоматов по производству мороженого и количеством стаканчиков пломбира, выпущенных за смену, прямо пропорциональной? С увеличением количества таких же автоматов в несколько раз, количество выпущенных стаканчиков пломбира увеличится во столько же раз. Значит, зависимость между величинами прямая пропорциональная. Итак, две величины называют прямо пропорциональными, если при увеличении или уменьшении одной из них в несколько раз, другая величина увеличивается или уменьшается во столько же раз. При прямо пропорциональной зависимости обе величины изменяются в одну сторону, обе увеличиваются или обе уменьшаются. Часто бывает так, что одна величина зависит от другой, но не прямо пропорционально. Сравним две взаимосвязанные между собой величины. Мотоциклист залил в бак бензин. Чем меньше бензина останется в баке мотоцикла, тем больше проехал мотоциклист. Говорят, что количество бензина обратно пропорционально к пройденному расстоянию. Рассмотрим зависимость между скоростью движения и временем движения при постоянном расстоянии. Расстояние между двумя городами 600 километров. Поезд проходит его за некоторое время. Как изменится время движения поезда, если его скорость увеличится в полтора раза? По формуле. Если скорость увеличится в полтора раза, то и станет на 1,5 В, то время уменьшится в полтора раза. Говорят, что между скоростью и временем движения при постоянном расстоянии существует обратная пропорциональная зависимость. Если с увеличением значения одной величины в несколько раз соответствующее значение другой величины уменьшается во столько же раз, то зависимость между величинами обратно пропорциональная. Является ли зависимость между продолжительностью дня и ночи в сутках обратно пропорциональной? Ясно, что с увеличением продолжительности дня продолжительность ночи уменьшается, но не во столько же раз. Такая зависимость не является обратно пропорциональной. Является ли зависимость между количеством купленных тетрадей на некоторую сумму и их ценой обратно пропорциональной? Ясно, что с увеличением цены тетради в несколько раз, количество купленных тетрадей уменьшится во столько же раз. Значит, зависимость между величинами обратно пропорциональная. Две величины называют обратно пропорциональными, если при увеличении или уменьшении одной из них в несколько раз, другая, соответственно, уменьшается или увеличивается во столько же раз. При обратно пропорциональной зависимости величины изменяются в разные стороны. Одна увеличивается, другая уменьшается. Примеров прямо пропорциональных и обратно пропорциональных зависимостей множество. Однако не всякие величины являются прямо пропорциональными или обратно пропорциональными. Например, зависимость между возрастом человека и размером обуви. При удвоении возраста человека размер его обуви не удваивается, поэтому величины возраст и размер обуви не являются пропорциональными. Проверь себя. Нажмите на паузу. Когда решите, снимите с паузы. Итак, вы сегодня узнали, что такое прямая и обратная пропорциональные зависимости. Научились определять виды пропорциональных зависимостей. Желаю вам удачи!